Мы завершаем участие российской делегации в конференции по безопасности. Форум представительный, состоялись жаркие дискуссии. Во многом, конечно, на их характер сказывалась специфика момента. Украинский кризис присутствовал во всех, без исключения, дебатах. И, честно говоря, у многих эмоции брали верх над желанием реально помочь усилиям по регулированию кризиса. Но в ходе многочисленных мусторонних контактов, их у меня было более 15, с ведущими министрами иностранных дел и Германии, и Соединенных Штатов, Италии, Австрии, Сербии, других стран, с президентом Словении, с премьер-министром Ливана, с высоким представителем Евросоюза Федерико Магерини, с директором международного агентства ПАТОМИ энергетики, с прокурором Международного уголовного суда и рядом других участников, я почувствовал иные настроения и понимание, что нагнетать в публичном пространстве эмоции и голословно осуждать и призывать к наказанию, все понимают, что это путь в никуда. И в двусторонних беседах проходил очень конкретный, очень заинтересованный разговор о том, что нужно сделать не только для того, чтобы прежде всего решить проблему кризиса на Украине, поскольку гибнут люди, разрушается страна, но и разговор о том, как сделать так, чтобы европейская система безопасности была прочной, надежной, устойчивой к любым потрясениям, и чтобы она не создавала пространства, которые будут являться серыми зонами, где не будет обеспечиваться равная и недеримая безопасность. Такой интерес есть, и да, кстати, и разговор у нас состоялся также с генеральным секретарем НАТО. Мы будем продолжать с нашими партнерами обсуждать все эти задачи, и задачи немедленного плана, и задачи стратегические. Будем выстраивать взаимодействие по формированию единого экономического гуманитарного пространства, которое обиралось бы на принцип неделимой и равной безопасности в нашем общем регионе. Эта идея, которая не так давно достаточно скептически воспринималась, а теперь встречает растущую поддержку. За прямой диалог между Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом связываются и руководители Германии, Франции, Италии, Австрии и других стран. Почувствовал я и у наших партнеров из структуры Евросоюза понимание необходимости и своевременность такой работы. Так что я уезжаю с достаточно хорошими впечатлениями. Думаю, что состоявшиеся контакты помогут в наших общих усилиях, которые предпринимаются в соответствии с поручениями президента, продвигать взаимоприемлемые решения украинского кризиса через прямой диалог Киева с Луганском и Донецком. И на этот счет предпринимаются хорошие усилия, активные усилия, включая в пятницу нашедшую встречу в Москве. И также диалог о более глобальных, системных вещах, касающихся устройства жизни на европейском континенте. Пожалуйста, вопрос. Сергей Викторович, появилась информация о том, что в среду в Минске может пройти саммит в нормандском формате. Означает ли это, что достигнут существенный прогресс на переговорах? И стоит ли ожидать от этой встречи некого документа Минск 2.0? Усилия по регулированию правительского кризиса, как я уже сказал, предпринимаются при активной и инициативной роли президента России. Предложения, которые он направил несколько дней назад своим коллегам, обсуждались в пятницу в Москве с участием президента Франции и канцеля Германии. По итогам их дискуссий в Кремле вчера, в субботу, проходила интенсивная работа на уровне экспертов. Сегодня состоялся телефонный разговор уже в нормандском формате, где обсуждавшиеся предложения были рассмотрены предметно, даны необходимые поручения, с прицелом на то, чтобы постараться в ближайшие дни созвать саммит в нормандском формате, на котором мы рассчитываем, будут приняты важные решения. Сергей Викторович, только что господин Керри несколько раз подчеркнул, что между США и Евросоюзом нет никаких разногласий в отношении конфликта на Украине и способов решения этого конфликта. Накануне мы слышали целую палитру мнений и заметили жесткую позицию канцлера Германии в отношении поставок оружия на Украину. Как Вы считаете, с учетом Ваших двухсторонних встреч, есть ли действительно такое единство между США и Европой в этом вопросе? Вы же сами только что привели примеры, которые характеризуют специфику позиции США и Евросоюза, поэтому анализируются мы с этим анализом в общем-то в целом согласны. Я хочу только одно сказать. Если под расхождением имеется в виду отношение к тому, поставлять ли вооружение на Украину, то подавляющее большинство, если не все европейские политики, считают эту идею плохой, идею, которая только может привести к усугублению глубокого украинского кризиса, уже есть примеры во многих других регионах мира, когда оружие, поставляемое в зону конфликта, очень быстро оказывается в нехороших руках, тем более, когда в Украине действующий президент не обладает полной монополией на семейные структуры, там есть какие-то частные батальоны, как вы знаете, созданные так называемыми олигархами, там есть отряды правого сектора, и те и другие публично заявляют, что они никому не подчиняются. Надеюсь, что в контексте усилий по урегулированию кризиса будет обращено внимание на все без исключения незаконные вооруженные формирования на территории Украины, потому что важно обеспечить верховенство права и единство государственных структур, в том числе в силовой сфере. Ну и выскажу надежду, что попытки сейчас обострить тему поставок вооружения на Украину, в том числе в ответ на призывы, которые звучат в известном правительском руководстве, не подорвут усилия, ответственные усилия, которые предпринимаются в рамках нормандского формата, прежде всего с учетом состоявшейся в пятницу в Москве встречи, усилия направлены на скорейшее успокоение ситуации, на прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, решение гуманитарных проблем, восстановление экономических связей и завязывание политического диалога, как об этом договорились еще раз. Сергей Викторович, грузинская телекомпания «Рустави-2». Вы вчера в своем выступлении сказали, что поддержка Европы и Америки вскружила голову украинским властям, так же, как в 2008 году. То есть вы сами видите параллели в этих конфликтах. И другой вопрос. После подписания России договора с оккупированной Абхазией, Грузия заморозила переговоры о Башидзе Карасино. Есть ли какие-то контакты сегодня у вас в Грузии и как прогноз какой у вас по поводу наших отношений? Мы от контактов с Грузией никогда не уходили. И дипломатические отношения не мы прерывали. Канал Абашидзе Карасин существует. Я не слышал каких-либо официальных объявлений о его отмене. То, что они давно не встречались, ну, это факт. Надо к этому относиться спокойно. Я думаю, что как только грузинская сторона будет готова, мы этот канал задействуем, он, по-моему, полезный, позволяет обмениваться доверительно теми вопросами, которые возникают у сторон. Что касается Украины в контексте ее отношений с НАТО и параллели между Украиной и Грузией, я эту параллель не проводил. Ее выдвинули члены Североатлантического альянса, когда в апреле 2008 года на саммите в Бухаресте записали в свою декларацию, что Грузия и Украина будут в НАТО. И то, что эта констатация, за которую боролись некоторые члены альянса, то есть сопротивление некоторым других, все-таки попала в официальный документ, принятый в НАТО на высшем уровне, у меня нет сомнений, сыграла очень неблаговидную роль в том решении, которое в итоге принял тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, начав районную авантюру в Южной Осетии, в том числе против верных граждан и против эмиратов Курцерии. Я очень надеюсь, и я сказал об этом, на выступая на Юрхенской конференции, на предназначном заседании, очень надеюсь, что вот головокружение от такой безоглядной поддержки не сослужит плохую службу нынешним украинским властям. Вы знаете, мы обсуждали вчера с Янсом Столтенбергом, то, как пытаются НАТОвские наши партнеры выполнять решения саммита в Эльсе, нас печалит, что выбрал курс на наращивание военного присутствия НАТО непосредственно вблизи российской границы. Уже выдан термин, автором является, как я понимаю, Виктория Нуланд, но НАТО его, по сути дела, подхватило. Термин, так называемые, прифронтовые государства, страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария, в этих странах создаются учебно-тренировочные центры НАТО, дополнительная инфраструктура, создаются дополнительные подразделения, о которых вы упомянули. Я думаю, что это абсолютно избыточные меры. Путь к тому, чтобы обеспечивать безопасность в Европе, лежит только через выполнение взятых на собирание обязательств. Обязательства гласят необходимость обеспечения равной, неделимой безопасности, когда никто не будет обеспечивать свои безопасности за счет безопасности других. НАТОвские коллеги на этой беседе высказали заинтересованность в том, чтобы мы поддерживали диалог, в том числе по линии военных ведомств, в том числе по вопросам безопасности в воздушном пространстве. Мы сказали, что именно НАТОвские структуры прекратили все виды практического сотрудничества, в том числе сотрудничество между военными, в том числе сотрудничество под совместному контролю за воздушным пространством. Поэтому, когда НАТО будет готово, я думаю, мы тоже рассмотрим возможность возвращения к этим форматам взаимодействия. Сергей Викторович, какой пункт самый проблемный в последних предложениях, наверное, в том числе зрения российской стороны? Вы знаете, наверное, об этом спрашивать не очень этично, поэтому просто выражу надежду, что усилия, которые мы предпринимаем в духе очень доброй воли, будут увенчаны успехом. Тем более, что со стороны канцеля Германии и президента Франции мы ощущаем такой же настроек. Спасибо большое.